В этом году в республике проведена большая модернизация системы здравоохранения. Цель одна. Обеспечить всеобщий охват населения современными и качественными медицинскими услугами. 2023 запомнится успешными преобразованиями в сфере. По словам экспертов, необходимо выделить три ключевых аспекта. Преобразование в первичной медико-санитарной помощи, реформы в области финансирования и дальнейшее развитие цифровых инструментов. Тамила Икрамова расскажет подробнее. Здравоохранение нового Узбекистана. В последние годы под руководством главы нашего государства оно преображается в абсолютно новую, инновационную, высокотехнологичную систему, соответствующую международным стандартам. Трансформация наблюдается благодаря внедрению передовых методов лечения и диагностики современных технологий. В результате квалифицированные медицинские услуги доходят до самых отдаленных уголков республики. Высокотехнологичные сложные хирургические операции, которые до недавних лет выполнялись только в развитых странах, теперь успешно проводятся не только в столице и областных центрах, но и на районном уровне. С начала этого года созданы 22 семейные поликлиники, 93 семейных врачебных пункта и 394 махалинских медицинских пункта. В результате для более 2 миллионов человек первичная медико-санитарная помощь стала ближе. Самое важное и главное на сегодняшний день это создание электронной поликлиники в первичном звене здравоохранения. На сегодняшний день в онлайн режиме мы можем видеть, какие пациенты к нам обратились, сколько пациентов к нам обратились, с какими заболеваниями. То есть на конец 2023 года мы можем сделать анализ, на какие заболевания мы должны более обратить внимание. Еще одно очень важное новшество в поликлиниках это то, что мы раздаем бесплатные препараты. Это 120 наименований медицинских препаратов и медицинских изделий. Значительные преобразования наблюдаются и в скорой медицинской помощи. Особенно это касается цифровой трансформации и современного оснащения данного направления. Согласно постановлению президента все силы и средства скорой медицинской помощи, это автомобили, сотрудники, лекарственные средства собрано в единую вертикальную систему управления и организации. Создан республиканский центр скорой медицинской помощи и его региональные филиалы. И на базе этих филиалов созданы колл-центры, внедрена автоматизированная система управления, диспетчеризации скорой медицинских бригад. В 2023 году поставлено 800 автомобилей скорой помощи «Фольксваген Кэдди» и они розданы по всем регионам. В 2024 году планируется поставить еще 200 автомобилей «Фольксваген Кэдди». Здоровье матери-ребенка – вопрос, находящийся в центре внимания нашего государства. В 2023 году по всей республике создали единую вертикаль – это оказание помощи в педиатрическом направлении. То есть, когда республиканские специализированные центры и областные многопрофильные центры объединены, будут в единую систему, в которой они будут оказывать единую помощь всему детскому населению республики. Здесь это подразумевает разработку единых протоколов, стандартов лечения больных, что, в свою очередь, уменьшит излишнее вмешательство, неправильную диагностику и лечение детского населения в республике. Это лишь малая часть преобразований в сфере. Работа в данном направлении стремительно продолжается. В Новом Узбекистане, где человек и его интересы в приоритете, здоровье граждан также является главной ценностью.